Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники, все посетители канала Процветок. В нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим о порче различных плодов, овощей в процессе хранения. И самое главное, что волнует, пожалуй, всех зрителей, можно ли употреблять в пищу плоды, поврежденные различными плесенями, ну гнилями, попросту говоря. Плоды, корневища, корнеплоды, которые хранятся, все это является нормальными живыми растениями, которым присущи все те процессы, которые происходят и у целого растения. Плоды эти дышат, они функционируют, они стареют постепенно и по мере их старения в процессе хранения. У них, конечно же, ослабевают в том числе и защитные механизмы, защитные функции, которые не позволяют внедряться сюда различным патогенным микроорганизмам. Есть более подверженные порчи плоды, корнеплоды и так далее, луковицы, есть менее подверженные. Одними из наиболее подверженных порчи являются вот эти плоды тыквенных растений, кабачки и тыквы, то, что у нас может храниться достаточно длительное время. Ну кабачок, по сути, та же самая тыква, вот он перерос, созрел, закорел немножечко, та же самая тыква твердокорая, ну может храниться и использоваться в течение длительного периода времени. Конечно, механические повреждения какие-то на кожуре и так далее являются воротами для инфекции и туда начинаются атаки всевозможных грибков. Насколько эти грибки на тыквенных растениях опасны, на тыкве и на кабачке? Ну прежде всего стоит сказать, что тыквенные плоды обладают низкой кислотностью и достаточно высокой сахаристостью. Всё это делает их такими способными к крайне быстрому восприятию инфекций и очень быстрому распространению инфекций по этим плодам. Поэтому, если вы увидели маленькую точечку повреждения на плодах тыквы или кабачка, вы должны немедленно употребить в пищу, не позволяя разрастись и распространиться этой инфекцией. Какую инфекцию мы здесь можем найти? Ну, в первую очередь мы можем увидеть чёрные, такие вот чёрные зоны, чёрную плесень. Чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, эта чёрная плесень представляет из себя гриб аспергил-ниггер. К счастью, он не выделяет такие опасные афлотоксины, микотоксины, как его родственники. Это аспергил жёлтый и аспергил паразитический, зелёного цвета. Поэтому, если вы увидели небольшие пятнышки, то вырежьте очень-очень обильно, не жалея. Вот прям вот много вырежьте. Почему? Потому что мякоть этих плодов мягкая. Мицелий прорастает очень хорошо, хотя он не сильно проникает вглубь. Он разрастается преимущественно на поверхности, а внутри полость. Ну и вшире он тоже по поверхности растёт. Поэтому, по крайней мере, вот от пятнышка 2-3 сантиметра, лучше 3 сантиметра вот прям отступить. И вот я бы вот так вот половину, прям вот так половину бы срезал и всё это не жалея выкинул. Ну, если не выкинуть его даже полностью. Ну, с точки зрения экономии, конечно, стоит всё-таки отсюда что-то съесть. Ну вот, по крайней мере, половину вот так вдоль бы я отрезал и выбросил. Не экономить, не жалеть. Очень популярна сейчас сезонная хурма. И на хурме тоже могут, при процессе хранения часто её кладут на дозаривание. Где-то там трещинка была, ещё что-то. Вот все чёрные точечки на хурме, которые вы видите, это всё ворота для инфекции. И это уже места поражения плодов хурмы таким грибком, как пеницилл. Вот такой вот пеницилл. В принципе, этот сизый пеницилл не опасен для здоровья. Ну, стоит обрезать немножечко эту кожуру, немножко вдаваясь вглубь и выбросить. А так плоды хурмы можно вполне употреблять в пищу. Это не так страшно. Ну, когда на винограде трещинки образуются, то с большой долей вероятности, например, на винограде, на прочих фруктах, там также будет расти пеницилл. Особенно на фруктах, которые обладают низкой кислотностью. Даже если вы съедите этот пеницилл полностью, вы всё равно сильно, ну, вообще не отравитесь. Просто у него такой задохлый запах лекарственный немножко накапливается в процессе сильного развития. Ну, виноградинку оторвал, выбросил и всё с трещинкой, которая там немножко загнилась и поражена. Ну, а в целом гроздь может быть употреблена в пищу без проблем. Ну, а с хурмой поступайте вот так. Также мы перепроверили довольно большое количество имбиря. Он тоже весьма популярен, и стоит ему полежать немножко во влажных условиях, как тут же появляется плесень. Эта плесень на имбире тоже ничто иное, как пеницилл. Поэтому его, как и чёрную плесень, вот этот аспергил нигерс, ажистый грибок, его не стоит бояться. Ну, вот такой вот он чёрный, не стоит за это опасаться. Что ещё мы на кабачке можем обнаружить? В отличие от чёрной плесени, здесь ещё может быть найдена и белая плесень, которая может быть, а может и не быть, с розоватым оттенком. Такая же точно плесень нередко повреждает огурцы, нередко повреждает томаты, там, где они потрескались, вот какая-то такая плесень. Ну, многие овощи, особенно если с красноватым налётом. Вот эти плесени, белые плесени, казалось бы, чёрная, фу, гадость, надо быстрее выбрасывать. Но на самом деле белые плесени в этом смысле опаснее. Это очень часто, очень часто бывает фузариум, грибок, который вызывает фузариоз. Мы вот уже неоднократно у себя здесь в объединении по интересам на базе Республиканского центра для коллекции снимали вот эти вот налётики. У меня очень талантливая девочка работает в этом году по этой теме. Снимали эти налёты и всякий раз в комплексе разных грибов мы выделяли каждый раз вот этот самый фузариоз. Фузариоз опасен тем, что, как и аспергилы, вот эти опасные, жёлтые, паразитические, а он, фузариоз, выделяет микотоксины. Иногда количество микотоксинов настолько велико, что, скажем, фуражное зерно, пищевое зерно, там какие-то крупы, вообще выбраковываются. Нельзя их использовать ни на фураж, ни на какие-то другие цели. Оно просто захоранивается, уничтожается, потому что эти микотоксины очень и очень опасны. Поэтому, если вы видите белую плесень вот здесь, она на варенье, например, на хлебе не заведётся никогда. Она заводится в основном преимущественно на овощах, даже на фруктах, кислых фруктах её не встретишь особо, этот фузариоз. А вот на томатах, на кабачках, на тыквах, на огурцах, иногда, изредка, но всё-таки тоже на капусте, встретить это всё дело можно. Поэтому, если вы видите вот такой вот симптом, то в этом случае, ну, вообще, либо срежьте очень-очень много этой ткани, либо вовсе откажитесь от потребления в пищу подобно поражённых овощей. Что касается лука и чеснока, то на них также либо поселяется фузариум, на луке фузариум очень часто и на чесноке даёт как раз розовое окрашивание, ну, а на луке также ещё часто образуется серая плесень, которая так и называется серая гниль, грибок из рода Ботритис. Он не опасен, он вызывает просто, ну, гниль такую, надо просто срезать всё гнилое, но каких-то серьёзных микотоксинов, которые могут повредить вашему здоровью, он не выделяет. На цитрусовых чаще всего можно встретить пеницилл. Он, опять же, не опасен. Вырезаете, так сказать, щедрой рукой, отрезаете здоровую ткань, подлежащую под этими зонами поражения, и также можете употреблять всё это в пищу без проблем. В целом, можно сказать, что не так много грибков, которые опасны для здоровья. Но при всём том могу сказать так. Опасные аспергилы живут преимущественно в тропических зонах, в зонах с тёплым климатом. Поэтому фрукты, которые приходят из этой зоны, ну, где-то там из субтропиков, каких-то тропиков, может быть, из Аргентины, из Южной Америки в целом, из Бразилии какие-то экзотические фрукты прилетают к нам, из Юго-Восточной Азии какие-то фрукты прилетают. Если они вот из этой зоны овощи и фрукты загнились, то выбрасывайте их без всякого сожаления. Если овощи выращены на вашем участке, фрукты выращены на вашем участке, то самое главное, чтобы это не был вот этот фузариоз. Для того, чтобы исключать возможность поражения фузариозом при хранении ваших овощей, обязательно используйте в землю триходерму в процессе выращивания растений, а по листьям, по плодам обрабатывайте всё как следует препаратом бактоген и другими препаратами на основе сенной палочки. Многие из них достаточно активны против фузариума. На канале Процветок у нас материалы об этом есть. Можно посмотреть, как какие препараты действуют против фузариума. Ещё вам скажу, что для того, чтобы предотвратить вот эту порчу и картофеля, и корнеплодов, моркови, на моркови часто поселяется тоже чёрная, и на томатах часто поселяются тоже чёрные, вот такие же, как на кабачке я показывал, зоны, часто поселяется альтернария. На корнеплодах ещё очень часто поселяется белая гниль склеротиния, она вот не даёт белого окрашивания. Вот чтобы вообще предотвратить полностью вот эту порчу или минимизировать риски этой порчи, обязательно всё, что вы закладываете на хранение, обрабатывайте разведёнными 1 к 100 препаратом бактоген или препаратом МАКСИМУН. В этом случае вы можете быть уверены в том, что при надлежащем хранении развития вот этой грибковой микрофлоры на поверхности ваших хранимых плодов, корнеплодов, клубней и так далее ожидать развития этой микрофлоры не стоит. Они храниться будут гораздо-гораздо лучше. Стоимость такой обработки будет копеечная, потому что разведение 1 к 100 очень большое, реально, оно не ударит вам по карману. В то же время вы будете обезопасены от повреждения ваших плодов опасными плесенями, которые несведущему человеку иногда определить сложно, и он предпочтёт выкинуть вот эту поражённую грибками, вот эту продукцию, нежели чем употребить в пищу. Что ж, желаю вам сохранять ваше здоровье, безопасно питаться, и обидно всегда, когда мы безопасно выращивали растения, без применения химических средств защиты растений, ну а в процессе хранения произошли вот такие вот повреждения. Поэтому и здесь тоже в любое время, и сейчас можно применить эти препараты для защиты ваших растений от повреждения вот этих плодов, корнеплодов, клубней и так далее, опасными болезнями хранения. Ну, конечно, хруму вы не обработаете, имбирь не обработаете, но что собрали со своего огорода или купили у фермеров, обработать вполне реально. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч!